Доброе утро! Эфир телеканала Катунь24 продолжает выпуск новостей. С вами я, Анастасия Борисова. И перейдем сразу к выпуску. Поющий фонтан запустили в селе Алтайское. Его открыли на месте фонтана Космос, который построили там еще в 80-х годах. Мы видели, какой он оттуда большой был. И какой высоты он был? Ну, до 10 метров. У фонтана будет подсветка и музыкальное сопровождение. Но по-настоящему поющим фонтан станет только весной. Пробный запуск воды уже произвели. Максимальная высота струи фонтана – 10 метров. Появился новый поющий фонтан на месте Старого Космоса, который построили в 80-е годы, сразу после Олимпиады. Его реконструируют уже в третий раз. До этого фонтан обновляли в 2000 году. Молодежный театр Алтая завоевал два диплома на конкурсе фестиваля «Кузбасс-фест». Театр здесь, в Кемерово. Жюри отметили спектакль «Вандербой» и постановку режиссера Максима Соколова. «Вандербой» получил специальный приз за современность и актуальность сценического языка. Максим Соколов получил приз номинации «Лучшая режиссура». Жанр «Вандербой» – это глич. На русский язык слово можно перевести как «сбой». Главный герой спектакля – мальчик с необычной внешностью – Август. У него тоже сбой, но со здоровьем. Из-за редкого генетического заболевания, синдрома Татчера, он пропускает начальную школу и сразу поступает в пятый класс. После чего становится объектом насмешек. Но, по словам Максима Соколова, это спектакль не о болезни и унижениях, а о внутренней красоте, которую хочет обрести каждый человек. Урологи краевой столицы начали тестировать новое лазерное оборудование отечественного производства. Для больницы такой лазер обойдется в четыре раза дешевле импортного, а пациенты смогут быстрее восстанавливаться после операции. Что говорят сами врачи по поводу новой технологии, расскажем далее. Треть всех пациентов урологического отделения в крае – люди с мочекаменной болезнью. Почти все они могут лечиться с помощью лазерной операции. Новая отечественная техника позволит упростить процесс. По словам врачей, лазерный аппарат не перегревается, может работать гораздо дольше, чем европейские аналоги. Дорогостоящая часть излучателя достаточно часто выходила из строя и требовала наличия хорошей системы охлаждения, как правило водяной, что делало оборудование громоздким, тяжелым и маломобильным. Отечественный лазер охлаждается воздухом. Сама конструкция значительно компактнее, поэтому с ней удобнее работать врачам. Но главное, такой лазер позволяет устранить большой спектр заболеваний – от камней в почках до онкологических заболеваний на ранних стадиях. Там три в одном, даже четыре в одном. Мы можем удалять опухоли любой локализации мочеводящих путей. Это раз – дробить камни любой локализации мочеводящих путей. Это два. Три – удалять аденому, причем любых размеров. И четыре – рассекать эндоскопически любые структуры тоже мочеводящих путей. Если лазером дробить камни в почках, то они измельчаются в пыль и легко вымываются из организма. Реабилитация пациента после такой операции проходит в разы быстрее, чем при полосной. Была у меня полосная операция намного дольше восстановления, во-первых. Во-вторых, там лежала я дней десять, а тут я в этот же день встала и пошла. Сейчас новый аппарат тестируют в трех больницах краевой столицы. Это одиннадцатая больница, краевая клиническая и госпиталь ветеранов. Пока неизвестно, будут ли отечественные лазеры закупаться в стационары. Сами врачи утверждают, что более удобное и менее дорогостоящее оборудование просто необходимо. Для меня три лазера мало, потому что не надо забывать, что у нас еще в урологии все очень хорошие. В Бийске и в Рубцовске. И что же люди должны за три-девять земель ехать в Барнаул, становиться в очередь, когда это все можно выполнять там, поскольку там работают квалифицированные люди, которые в состоянии освоить эту технологию. Также Александр Неймарко говорит, что региону нужно как минимум шесть таких лазеров. Закупать их или нет, решат в Министерстве здравоохранения. Пока необходимо дождаться полного отчета врачей, когда закончится испытание новой техники. Это произойдет через месяц. Ирина Харитон, Сергей Балуев, Новости. И на этом выпуск новостей завершен. С вами была я, Анастасия Борисова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова